Сегодня мы интегрируем бабушек в современное искусство. Очень много таких искренних историй. Теряем запчасти на скорости. Поехали на трех колесах! Заманиваем вас на ночь музеев. Можно будет поучаствовать в традиционной лекции эротика в искусстве. Оставляем свой след в истории. Прям посильнее, как пельмени, вывалились. А не пойти бы вам в музей ночью. 15 мая в Омске проходит ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». И тема этого года – «Сны наяву». Сегодня мы немного приоткроем завесу тайны предстоящего события. Ну и первым на нашем маршруте будет городской музей искусства Омска. Везде написано и сказано, что искусство Омска нам рассказывает в эту ночь про механику сна. Расскажи поподробнее, что за механик. Мы будем разбирать, что конкретно тут будет. Здесь будут разные образные такие локации. Естественно, это все будет лишь, скажем, таким комментарием и новым акцентом к нашим фондовым работам, к работам омских авторов. Мы так всегда работаем на ночь, открываем какие-то новые смыслы через тему, которую выбираем. И, собственно, мы очень надеемся, что зритель согласится принять наши правила игры, скажем так, и, заходя в музей, как бы символически представить, что он заснул. И все, что он здесь видит – это некий сон, это некий процесс сна. Мы уже начали ночевать в музее. А Омский аграрный университет сравнит себя с Хогвартсом и в ночь музеев устроит волшебный квест. Ксения, здравствуйте. Ну, расскажите, действительно ли в Омске есть Хогвартс? Знаете, нашему университету больше ста лет. И за это время, ну, естественно, появились свои тайны, легенды, мистические истории. И поэтому нам было совсем несложно воплотить это все, соединить со вселенной Гарри Поттера. Каждый из нас хочет сказки, а именно тут будет погружение в магическую реальность. Тут и взрослый может почувствовать себя ребенком, и ребенок почувствует себя немного старше своего возраста, когда рассказывает магические загадки, находит антологические решения. То есть это все, естественно, незабываемое, оставит кучу его положительных впечатлений. Кстати, а это одна из локаций. О, и что тут нужно сделать? У нас тут есть замечательный фотограф, который не пропустит вас, пока вы не сделаете памятную фотокарточку. Тогда нам нужно обязательно сфотографироваться, потому что дальше мы не пройдем. Ну и закончим наш сегодняшний маршрут выставочным центром Эрмитаж Сибирь. Что это за котик? Можете нам рассказать? Эрмитаж – это место для котов, и с нами поработала прекрасная екатеринбургская художница, теперь уже московская Елена Треуголко, превратив его в персонажей разных картин. И можно будет гулять по центру Эрмитаж Сибирь и в котиках узнавать отдельные произведения искусства. Вы мне вручили еще вот эту вещь. Что это такое? Ну, мы с вами уже говорили о том, что бывают маски нового образца. Вот эта маска. Годите в музей в масках. Вот. Если серьезно, нам все время очень хочется погрузить человека в картину. Ну и раз в этом году тема сна, мы решили, что, может быть, картина выйдет к человеку. И сделали вот такие вот элементы. Будет очень много лекций. Мы в этом году необычно много лекций делаем. Мы приглашаем Илью Сиганова, который будет читать лекцию про искусство и искусственный интеллект. Вот. Мы запускаем звук в залах. Мы запускаем мультимедиа в залах. Будет проекция работ Михаила Александровича Врубеля на потолке. Можно будет поучаствовать в традиционной лекции эротика в искусстве. Посмотреть ее, да. Каждый год только на ночь искусства мы запускаем вот эту самую лекцию. Она самая вечерняя, самая поздняя. Ну и вечер мы завершим во Врубелевском корпусе. У нас будут поющие чаши. Резюмируем. 15 мая. Омск. Ночь музеев с программой «Сны наяву». Хороших вам выходных и незабываемой культурной ночи. Всем привет! И мы сегодня находимся на Омском мотодроме ДСААФ. Здесь сегодня пройдут показательные выступления. Ребят, которые занимаются автомобильным спортом, ездят на запорожцах, на восьмерках. Также тут присутствуют такие автомобили, как Калина и Датсун. В общем, посмотрим на гонки. Поболеем, побалдеем. Будет весело. Не переключайтесь. Знаете такую ситуацию, когда уже стоишь в коридоре обутый, а жена до сих пор не собралась? Вот сейчас точно такая же. Два пилота парня уже на старт стоят, а девушка, к сожалению, выехать на старт так и не смогла. Но это все шутки. На самом деле машина подвела и перед самым стартом заводиться отказалась. Вот так вот, видимо, сейчас... А, нет, вот, смотрите, все-таки догнала. Вот подъезжает на старт. Ай-яй-яй-яй-яй, колесо с Афонов Андрей, посмотрите. Поехали на трех колесах, но он задний привод и не едет, к сожалению. И колесо по стадиону там аккуратненько легло. Андрей, расскажи, пожалуйста, как прошли сегодняшние заезды? Я видел, у тебя и колесо отпадывало, да, и еще ходят слухи, что мотор стуканул. Да, мотор стуканул на предпоследнем заезде, из-за этого не смог выехать на последний заезд. И пришлось заменять машину. Вот, как бы, на стучащем моторе доехали, он все в масле, все закидано, все бежит. Машины старые, тяжеловато им приходится. Андрей, вы сегодня стали чемпионом этого заезда. Этот праздник, да, технический, он идет вам в какой-то зачет? Выгодно ли вообще было выиграть сегодня? Было почетно выиграть сегодня, именно сегодня, в День Победы. И это самое главное. Вы сегодня говорили, я слышал, что можно приходить детям к вам в секцию заниматься, да? Это вот с какого возраста можно ребенка отправить? Такая полезная информация для себя. Да, ну, с 9 лет до 16 мы приглашаем на фигурное вождение, на занятия на запорожцах. Можно сделать свой запорожец и заниматься. Поэтому всех детей, кто любит автомобильный спорт, приходите, занимайтесь. Тренер есть, Александр Фабрицуз, поэтому готов обучить каждого передать свое мастерство. Ну и, может, сейчас меня чуть-чуть подучите. Пойдемте попробуем. Да, давайте попробуем, сейчас автомобиль найдем и вы проедете. Пойдем, парни. Пару слов и дверь закроем. Говорят, сцепление жесткое, но я попробую не заглохнуть. Короче, очень страшно. На ходу кепку сдувает, лобового нет, глаза вот так растекаются. Ну, очень весело. Всем привет! Своё свободное время сегодня я провожу вместе с археологом Максимом Грачевым. Максим, здравствуйте! Добрый день! Максим, скажите, пожалуйста, вы ведь не зря, когда мы назначали встречу, предложили встретиться именно на этом месте, на музейной. Чем это место интересно для археологов? Ну, для археолога здесь прямо такая точка смыслов, потому что, во-первых, здесь Эрмитаж Сибирь, здесь лежат находки, которые в том числе и я передавал в этот музей. Мы с вами стоим на брусчатке. Такая вот плитка у нас с вами под ногами красивая. Да, всё верно, это я вижу. Но на самом деле мы с вами стоим на древнем кладбище. Когда на этой улице одновременно с реконструкцией музея проходила реконструкция теплосетей, которые вот здесь вот проложены, зорки, граждане увидели, что, возможно, нарушается культурный слой места древнего поселения. Нас попросили подтвердить либо не подтвердить этот факт. Мы провели там небольшой цикл археологических работ и увидели, что да. Здесь, в эпоху раннего железа, жили носители так называемой саргатской археологической культуры. Чтобы было проще и понятней, это близкие в культурном плане родственники скифов. Но пока мы этот факт устанавливали, мы увидели, что на дне траншеи есть ещё пятна. И когда эти пятна стали расчищаться, там нашли захороненного с предметами человека. Что это были за предметы? По ним можно судить, кто был этот человек и чем он занимался? Это был замечательный человек, видимо. Он был довольно молод. Ему не было ещё, наверное, даже 25, когда он погиб. А он именно погиб. Жил он 2700, 2800, наверное, лет назад. И похоронили его не просто так. Его вложили на спину. В одну руку ему вложили нож. Во вторую руку ему вложили кинжал. Руки лежали у него вот так, они были перекрещены. Это ритуальное захоронение. Да, да. На поясе у него был топор. У него были височные кольца, которые оформляли прическу. Видимо, он был достаточно модным таким парнем. Скорее всего, это был воин. Вы мне сказали, что здесь были могильники, захоронения. Но вообще, получается, люди же здесь и жили где-то на ближайших территориях. По сути, вся вот эта часть берега Иртыша и Ами – это такой, ну, если хотите, огромный микрорайон. Здесь периодически возникали поселения. В общем, возникали в самое разное время. Ну, и, как я сказал, в центре города очень много археологических памятников. Ещё один, который я видел своими глазами, трогал своими руками – это могильник под Никольским собором. Можем туда сейчас прям пройти. Да, давайте, пойдёмте, конечно. Что здесь было найдено такого интересного археологами? Несколько лет назад внутри собора проводились работы по выемке грунта. Внезапно были найдены ипости. Ну, как оказалось, в каких-то человечествах. Это захоронение можно отнести было к андроновской археологической культуре. Это археологическая культура эпохи Бронзы. И захоронение здесь тоже оказалось не одно. То есть здесь кладбище, по сути, тоже было, да? Здесь было не просто кладбище, здесь был, скорее всего, курганный. Могильник. То есть здесь люди хоронили людей в землю, а над ними насыпали такие в угру земли. А это у нас, получается, место самых знаменитых раскопок, да, в Омске, если я правильно понимаю? За последние десятилетия, да, наверное. Это стоянка Омская, огромный комплекс памятников. Здесь были каменные мастерские, здесь были такие торговые площадки. То есть было место обмена. Поселение, оно занимает несколько гектар, может быть, даже больше десяти гектар по площади. И все это, конечно же, очень и очень интересно как с точки зрения археологии, так и привлекает людей, которые интересуются историей, но изучать ее не сильно хотят. Несколько раз к нам приходили искатели Асгарда Ирийского. То есть вот здесь, да, вот, и для тех, кто не понимает, я просто поясню, если что, подправьте меня. В день трех лун 102 года на месте пересечения рек Иртыша нынешнего, раньше он назывался Ирий и Омь, была начата постройка Асгарда Ирийского, этого самого города, который многие конспирологи, я так понимаю. Я не знаю, в какой день какого года и какой луны это было, и было ли это вообще. Поскольку это самое древнее поселение, изученное хотя бы частично археологами на территории города, поскольку оно достоверно есть, именно вот это место в последнее время, да, притягивает таких вот конспирологов, любителей фолк-хистори и вот всех-всех таких вот искателей. Вы меня очень заинтересовали, вот, всякими этими раскопками, интересными историями. Возьмете меня с собой в качестве ассистента на какие-нибудь следующие ваши раскопки? Да ради бога приезжайте. Куда можно будет с вами отправиться? Будем ездить по Омской области, посещать уже открытые археологические объекты, смотреть в каком состоянии они находятся и устанавливать их границы. Это очень интересно. Если получится, ради бога, поехали. Спасибо вам большое за прекрасную такую прогулку, за интересные факты. И, кажется, я знаю, как я буду проводить свое свободное время уже этим летом. Было бы неплохо. Самые родные и нежные, готовые дарить тепло и шерстяные носки, связанные с любовью. Наши бабушки своей мудростью помогают решить любые трудности, хранят истории семьи и своих непростых жизней. Обо всем этом выставка в левой ноге. Идея у нас родилась очень спонтанно. Просто я однажды случайно стала свидетельницей сцены, как Арина общается классно со своей бабушкой, очень формально, очень весело. И потом мы как-то в Инстаграме просто в ответ среагировали на сторис, фото бабушки Арины. Мы начали говорить о том, что они у нас очень классные. И нам захотелось как-то поделиться этим, показать. И оказалось, что тема волнует многих. Очень много таких искренних историй. Где-то болезненных, где-то, наоборот, очень трогательных. Кстати, картины и арт-объекты для этой экспозиции не проходили кураторский отбор. Отказать участникам любимицы своих бабушек просто не смогли. Так, выставку составили работы без малого двух десятков внуков и по совместительству омских художников. Рядом с признанными мастерами детский творческий лепет. Наивные рисунки заняли целую стену. А это Оля Лукоевна. Она приехала из другого города, чтобы познакомиться с омским андеграундным искусством. Оля, ты приехала к нам специально из Новосибирска, чтобы привезти работы, посмотреть галерею. Но сначала расскажи, как добралась. Мы приехали на поезде, привезли картины. Я вообще думала, может быть, поехать на машине, такое приключение. Но решила все-таки испытать такой, как говорится, железнодорожный дзен. Когда я узнала, что выставка про бабушек, я думаю, ну это сам Бог велел. Это моя тема. Вот более чем бабушек, нет ни одного, наверное, персонажа, который присутствует в моих картинах. С таким же постоянством и так же часто. Придти в ногу, как всегда, можно только по предварительной записи. Для этого нужно написать в Инстаграм-галереи. Ссылку ловите прямо здесь, на экране. Кстати, у вас осталось буквально пару дней. Выставка про бабушек закроется уже на следующей неделе. Один за всех и все за одного. Вадим Шенфельд впервые взялся за шпагу три года назад. Тогда же сел на боевого коня. Специальное кресло, в котором дерутся все фехтовальщики-паралимпийцы. На эти тренировки приходят юноши и девушки с ампутацией ног, травмами спинного мозга и церебральным параличом. Вновь прибывшие мушкетеры выбирают себе оружие – рапиру, саблю или шпагу – и начинают отрабатывать приемы. Было весело, потому что сначала мы не использовали, не фехтовали, сначала мы просто разрабатывали тактику и приемы. И на мещение фехтовали. На мещение кололи. Потом мы еще играли растягиваться, чтобы потом постепенно мы смогли привыкнуть и фехтовать. Любопытство и азарт заставили Вадима нацелиться на чемпионат России. В конце апреля он вернулся из Уфы уже мастером спорта и серебряным призером соревнований. Там были серьезные соперники, и одного из соперников, которых я выиграл, это был Карпов Михаил. Я ему проиграл уже третий год, ни разу не выиграл, и вот на данный момент я его выиграл с хорошим атриумом. Как ты его добил? Использовал тактику защиты-ответ и всегда обыгрывал соперников в скорости и в точности. Эти ребята впервые участвовали в командных соревнованиях общероссийского масштаба и сразу второе место. Вот это результат. Гордо улыбается тренер с очередным кубком в руках. Валерий Пуртов издалека видит спортивные таланты. В свой спорт он подтягивает только сильных духом людей с железной волей. К нам идут бойцы. Бойцы настоящие, которые хотят драться, которые готовы сражаться и утром, и вечером, и всегда. Люди с таким боевым характером приходят. Но с другой стороны, те, кто не совсем боевые, они воспитываются здесь, такими боевыми становятся. Каждый день новые синяки на теле находил Александр Кузюков. Было больно и тяжко давно, еще в начале спортивной карьеры. Теперь ежедневные тренировки – радость для бойца. Здесь, в зале, он нашел любимое дело и верных друзей-мушкетеров. Великолепная четверка из Омска едет на летнюю Паралимпиаду в Токио. Очень хочется, очень этого желаю, скажем так, состояние такое, что слишком долгие годы к этому мы шли, да, слишком много чего нам предстояло выдержать, вытерпеть. Нисколько не страшно. Просто хочется в бой, хочется, чтобы этот праздник жизни был с нами. Мне очень сильно повезло в жизни. Можно было бы фехтовать всегда, я бы всегда фехтовал. Потому что лучшая на свете работа – это у меня. В августе в Японии будет разыграно 16 комплектов медалей фехтования на колясках. Все свободное время – болеем за наших. Сегодня редакция «Свободного времени» в гостях у мастера скульптурной копии Анастасии Кузиной. Она расскажет и покажет нам, как делаются слепки. В этой профессии она 9 лет. Большинство клиентов – мамы с детьми. Родители хотят, чтобы память о рождении ребенка была осязаемой. Часто Анастасия выезжает в роддома, чтобы успеть запечатлеть в гипсе маленькую ручку или ножку. Вы сейчас говорили о том, что это только кажется, что это просто. А какие есть нюансы, которые непосредственно влияют на результат? Можно приехать снимать слепки, а ребенок будет сильно плакать, не давать ручку. Причем в любом возрасте абсолютно такое может произойти. Второй момент – это ребенок может сжимать кулак с такой силой, что его практически невозможно рожать. Тут нужно владеть определенными техниками, чтобы помочь расслабить ребеночку эту руку. И, конечно же, договориться, да, прежде всего с мамой, объяснить, что все будет в порядке, хорошо, чтобы мамочка тоже не нервничала. Оформить работу можно с помощью рамки, всевозможных бусинок и других украшений, создавая таким образом целую композицию из рук мамы, папы и ребенка. Замечаешь не сразу, но слепки не просто передают форму. На изделии отпечатываются все поры и линии. Взрослые нередко заказывают гипсовые копии своих рук, ног. Есть и очень необычные пожелания. Вот, к примеру, слепок женской груди. Сам процесс начинается со смешивания специальной альгинатной смеси из водорослей с водой, а в полученный гель погружается часть тела. Но чтобы понять, как это обычно происходит, Анастасия предлагает сделать слепок губ. Зеркала у нас с собой нет, поэтому тренируемся на камере телефона. Копируем движения губ девушек из Инстаграма. Там посильнее, как пельмей, вывалились. Можно так? Можно все 4 минуты сделать подготовку? Максимальная не ловкость вообще. На первый взгляд в этом нет ничего сложного. Но нет, тут требуется предварительная подготовка. Губы нужно выпячивать таким образом, чтобы их уголки тоже пропечатались. Выпучить нерослых при этом? Да. Еще сильно вперед. Дрожать начинает. Вот, да. Посильнее. Уторвиваться. Если человеку можно хотя бы объяснить, что и как будет происходить, то вот с животными работать сложнее. Наша задача – сделать слепок лап и таксы Дуси. В этом нам поможет ее хозяйка Татьяна. Смазываем лапку кремом, чтобы шерсть не прилипла к смеси, и даем вкусняшки. Анастасия готовит розовую, похожую на желе, массу. Постепенно погружаем в нее лапку Дуси. Пока собака выглядит спокойно, а мы тем временем и не заметили, как масса изменила цвет. Так она затвердевает. Я сначала не могу понять, думаю, что такое-то, что у меня с балансом. А потом понимаю. Что цвет изменился? Да, я-то смотрю только туда. Зая, Зай. Дус. Дуся. Да ты умница. Умница. Сейчас немножко. Достаем лапу. Дусе эта процедура нравится гораздо меньше, чем погружение. Но в итоге все получилось. Теперь будем пробовать делать слепок носа. Выходит, не с первого раза. Не пропечаталась одна ноздря. Тихо. Дуся. Дуся. Будь умницей. Зубы даже отъедет. Заливаем в получившиеся формочки гипс и будем ждать, пока застынет. Анастасия показывает нам, как обычно происходит процесс очищения слепков от смеси на примере других заказов. Но на этом работа не заканчивается. Теперь нужно придать изделию художественный вид. Шлифуем грубыми губками. Сначала вот такими наждачками обрабатываем слепок. Потом наждачка помягче. Потом уже идут губки абразивные. Потом менее абразивные и совсем мягкие. Мы убираем все неровности. Зашлифовываем дырочки, если они вдруг есть и не зашлифовались раньше. Также потом мы кисточкой убираем всю пыль, чтобы краска также не легла неровно. Заключительный этап работы – покрытие изделия краской. В нашем случае мы используем золотой цвет. Видно, как точно передались на слепки подушечки, лапы, когти, следы шерсти. Чтобы добиться оригинального художественного эффекта патины, мы покроем лапу еще одним слоем краски. Наша задача – не допустить полного высыхания, потому что мы сейчас будем убирать излишки краски. Вот такой результат у нас получился. Так по итогу выглядят слепки лапы, носа и губ. Его можно использовать как слепок магнит на холодильник, либо в виде брошки. Прикольно, спасибо. Да, он подходит под рубашечку. Прикольно, спасибо. Прикольно, спасибо. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok